Ну, в общем, едем мы на выборы, выбирать. Бен не говорит, за кого он будет голосовать, я ему сказала, а он не говорит. Вот, ну, вредный человек. Ну, ладно, пусть это будет его тайной. Вот. Я помню, как выбирали мы в Советском Союзе на выборах. Ну, это так называемые выборы были. Помните, там на каждого кандидата был только один человек. Выбирать-то не из кого было. Но мы называли это выборы, и всё было серьёзно. И я помню, мы выбирали в клубе, в соседней деревне. И кто-то выбирал в сельсовете, там, ну, у кого где, в деревнях я имею в виду. Так вот, там всегда приезжал буфет из Беженска. И мы уже знали, что, какой деликатес, или, скорее сказать, какой, ну, что из дефицитов будет в этом буфете. И все, конечно, хотели в этот буфет попасть. Вот, приезжали, приходили, не приезжали. Ну, приходили туда рано, чтобы и в буфет попасть. Ну, посмотрим, а здесь есть ли буфет. Что из дефицита можно купить на здесь, на выборной территории. На территории, где выбирают. Посмотрим сейчас. Ну, в общем, мы здесь, на стоянке. Здесь выборы тоже проходят в каких-то клубах. В общем, это вот здесь. В клубах каких-то организаций, например. В этот раз не в клубе нашей деревеньки, потому что у нас немного людей в нашей деревеньке. А вот проходила здесь, ну, не далеко от нас, в каком-то клубе. В клубе какой-то организации. Как видите, народу еще... Народа не очень много, но люди приезжают и уезжают. Ну, вот. И мы здесь пристроились сзади. Вот, видите, такие ящички, в которых ты прячешься, так сказать, и заполняешь свой... свою бумажку. Забыла, как она называется. Да, да, да. Мой балет, да. Это охранник стоит. Ну, как охранник? Направляет, куда тебе идти. Кто свободен, иди туда. Говорит. То есть... Ну, может, и охранник. Свою карточку даешь. У каждого есть карточка выбирателя. Ну, и вот этот бюллетень. Вспомнила, как называется бюллетень. Там есть... Да или нет. Или можешь кого-то вписать, что-то написать. Вот. А это здесь, на выходе, ты сюда... Это не урны у нас. А ты вот сюда вот свою бумажку отсканируешь, и... Твой... Все засчитается, то, что ты там отметила. Окей, now you're going to push it in until the machine takes it out of your hand. В общем, вот так вот. Вот видите, все отсканировалось, и какое-то время прошло, и все, мой бюллетень ушел. Ну, в общем, я вам немножечко показала мой бюллетень. Там на двух странах было. Что там в бюллетене? Вот вы видите, там кандидаты в президенты сначала идут. Разные партии, республиканская, демократическая, и дальше там партии, даже внизу есть партия зеленых, грин. Это во Флориде, в другом штате могут быть другие партии, там даже есть коммунистическая партия, другие партии могут быть. Но, если, например, во Флориде, вот, среди этих партий ты не нашел своего кандидата, за которого хочешь голосовать, например, коммунистическая партия, или какая-то еще другая, или независимый кто-то, то ты можешь, вот внизу написано, что ты можешь написать, вписать своего кандидата и поставить от какой партии или независимый. И говорит, напиши меня. И я, говорит, напишу меня. Будет у меня, говорит, два голоса, что я независимый. Ну, в общем, пошутил так. Ну, и дальше там в Сенат, House of Representatives, тоже республиканцы, демократы, или ты вписываешь своего кандидата. И дальше там, ну, там много обсуждаются вопросы. И в каждом штате, кстати, есть обсуждение вопросов каких-то. Ну, как, например, как у вас говорят, выносят на референдум. Только у нас не говорят, выносят на референдум. Ну, на референдум будем говорить, на обсуждение, в общем, так. У нас, например, шесть, по-моему, вопросов. То есть поправка, вот, к конституции, поправка к тем правилам, которые есть в штате. Ну, в общем, например, один из вопросов. Марихуана легальная или нелегальная? Кто хочет, ну, как видеть, легальную или нелегальную марихуану? Например, в Калифорнии она легальная. У нас еще нелегальная. Хотя в аптеках ты можешь получить ее по рецепту врача. Ну, в общем, я не помню, в какую-то страну мы ездили в Латинской Америке. Вы тоже, наверное, не помните. Я не помню эту страну, но я показывала на видео, что там очень много изделий из марихуаны. Конфеты из марихуаны, жвачка из марихуаны. Ну, в общем, там много всего с марихуаной. Как, например, вы можете конфеты с мятой сделать или положить мяту в торт. Точно так же можно положить марихуану в торт. Ну, и после того, как ты съешь этот тортик, ты будешь очень веселый. Ну, в общем, вот так вот. То есть какие-то дела решаются. Ну, в общем, а теперь я вам немножечко объясню, А как же считается, кто победил? У нас в Соединенных Штатах не подсчитывают голоса. Конечно, в каждом штате подсчитывают голоса и так узнают, какая партия победила. Партий здесь много. Не только республиканская и демократическая. Так вот, подсчитывают голоса. Но, например, если республиканская партия победила или демократическая, то она не получает, допустим, 3 миллиона за нее проголосовала, за демократическую, а республиканскую 2. Она не получает 3 миллиона голосов, а получает голоса, которые приписаны к этому штату. Как они получаются, эти голоса, я вам сейчас объясню. Ну, в общем, людей 350 миллионов делится на 435, на число тех, кто представляет штаты в доме хаосов репрезентатив. И получается 804. То есть на каждого того, кто представляет штат, получается 804 человека. И потом уже количество человек в штате делят на 804. Вот, например, Кентаки возьмем. Там 4,5 миллиона человек делят на 804, получается 6. Вот 6 человек в этом доме хаосов репрезентатив. 6 человек из Кентаки. И двое из Сената. Значит, 6 и 2, 8. Если побеждает республиканская или демократическая любая партия, она получает не тысячи, не миллионы голосов, а только 8. Вот победили в Кентаке, например, демократы, им присчисляется 8. Это называется electoral votes. Смотрите, как все просто. Даже если, ну то есть, я не знаю, тут можно двояко рассуждать. Значит, если штат демократический, значит, что ли, с публиканцами не голосовать? Ну, в общем, это уже вы сами додумаете. Ну, так вот, теперь посмотрите, посмотрите дальше, что получается. В Техасе, например, Техас большой, больше Кентакии. Там 40 голосов получает тот, кто победит. Итак, из каждого штата, вот посмотрите на карте, ну, вот какое-то количество голосов получают. Так что, нужно набрать, да, 435 и 100, House of Representatives и Senate, если сложить вместе, и три голоса, три человека из Вашингтон, Ди Си. Вашингтон, Ди Си, это столица Соединенных Штатов, она ни в каком штате не находится. Три человека находятся из Вашингтон, Ди Си, в House of Representatives. Значит, 435, 100 и 3, получается 538. Если 538 разделить пополам, будет, сколько будет? 269. Так вот, для того, чтобы победить, нужно набрать 270 голосов. Набрал 270 или больше, все, ты уже победил. Вот такая вот математика. Не миллионы, не сотни тысяч у тебя должно быть, а всего лишь 270 или больше. Ну что ж, мир умер, нет войне. Скоро увидимся и скоро узнаем, сегодня узнаем, кто же у нас президент.